Субтитры сделал DimaTorzok И с последнего, вот 9 апреля, для российских и белорусских транспортных компаний вступил в силу запрет на перевозку товаров по территории Европейского Союза, в том числе и транзитом. Что означает, что грузовым форам теперь закрыт въезд в наши страны. А 17 апреля вступил в силу запрет на заход судов под российским флагом в наши порты, включая те, чей флаг был заменен с российского на другой после 24 февраля. Однако, один момент довольно долго еще витал в воздухе. Европа уже долгое время зависит от России, когда дело касается энергоресурсов, отказ от которых в один миг может повлечь за собой серьезные последствия для жителей наших стран. Это любимая пугалка российской пропаганды, мол, если вы будете выпендриваться, мы вам отключим газ и посмотрим, как вы запоете. В связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введение запрета в отношении Северного потока-2, у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод Северный поток-1. На мой взгляд, Европа ведет себя просто по-хамски. Она говорит, что мы вас кинем, мы от вашего газа откажемся, но сейчас, пожалуйста, нас снабжайте. Но при этом мы вас снабжать не будем ничем, даже лекарствами. Так, может быть, отключить этих собак от газа? У нас в квартире газ, а у вас, и у вас есть, и будет, но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Европа потребляет, в общем, около 500 миллиардов километров газа в год, и Россия обеспечивает 40% от этого объема. Плюс 25% европейских нефтепродуктов также стоят за Россией. Да, Россия не является единственным поставщиком энергоресурсов в Европу. Довольно значительная часть газа течет по трубам из Норвегии. Однако, то, что Россия является крупнейшим, это факт. Германия, крупнейшая экономика Евросоюза, в нее из России импортируется до половины всего объема газа. Италия импортирует 40% своего газа из России. Страны Юго-Западной Европы, Испания, Португалия не импортируют газ из России вовсе. А страны Юго-Восточной Европы и соседние с Россией страны Балтии и Финляндии очень зависят от Москвы в своих поставках природного газа. Почему так? Тема довольно интересная. Использование возобновляемых источников энергии с 2004 года увеличилось более чем вдвое. И в 2020 году достигло 22% от общего количества производимой энергии в Европе. Однако, в то же время, доля ядерной энергетики в Европе с 1995 года сократилась с 1 трети до примерно четверти. После аварии на японской АЭС Фукусима в 2011 году, канцлер Германии Ангела Меркель объявила об энерговенде, энергетическом повороте, в результате которого должны быть остановлены все реакторы страны. Из-за этого, а также из-за того, что у Германии нет своих СПГ-терминалов, потребность в российском газе возросла. Причем, как Германии, так и в других странах, принимающих аналогичные шаги. Однако, после 24 февраля стало окончательно понятно, что гегемония России в энергетике Европы продолжаться больше не может. В интернете существует сайт, который показывает в режиме онлайн, сколько Россия получает за продажу своего топлива. Ссылку на него я оставлю в описании. Bloomberg почитали, что, несмотря на все санкции коллективного Запада, в 2022 году Россия с экспорта энергоресурсов может заработать до 320 миллиардов долларов. Это больше пяти военных бюджетов России. И эти деньги будут тратиться далеко не на образование, науку и медицину. Они пойдут на создание и закупку вооружения, чтобы им убивать украинцев. С начала войны Европа сильно сплотилась и отправляет огромное количество денег и вооружения в Украину. Однако это никак не сравнимо с тем, сколько Европа платит за российский газ. Верховный председатель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Украине с начала войны Европа в сумме отправила около миллиарда евро помощи. Это очень много. Однако в то же время России за газ мы платили 35 миллиардов евро. Чувствуете разницу? Это необходимо остановить. По словам заместителя канцлера Германии Роберта Хабекома, Единовременное отключение от поставок российского газа в Германии повлияет на рабочие места в химической и сталелитейной промышленности, а также приведет к сокращению ВВП Германии на 3-5%. Из всех типов энергоресурсов Европе проще всего отказаться от угля, ядерного топлива и нефтепродуктов из России, так как они не занимают значительные доли в европейском импорте. И Европа может договориться с другими странами для замены российских. Нефтеперерабатывающие заводы хотят сократить использование российской нефти и заменить ее другими источниками. Этим объясняются резкие скачки на ценах на бензин. Например, в Эстонии они превышали 2 евро за литр. Использование альтернативных поставщиков нефти означает сокращение складских запасов и удорожание поставок. Интуитивным решением здесь можно назвать снижение акциза на топливо в избежании его подорожания, как это предлагали члены партии ИСАМа и некоторые центристы. Однако это выход только в краткосрочной перспективе, потому что эксперт в области экономики Райва Варе, говоря о ценах на бензин, отмечает, что цены могут стать 3, 4 и 4,5 евро за литр. И если убрать акциз, цены от этого расти не перестанут. Но государство при этом не получит с акциза доходы. Тяжелее всего обстоят дела с газом, так как целый ряд транс членов ИС получает природный газ из России по трубопроводному соединению. И эти объемы настолько велики, что не могут быть быстро заменены альтернативой, ведь газом отапливается большая часть домов Европы. Наиболее вероятной альтернативой для Европы является жиженый природный газ, СПГ, который, в отличие от трубопроводного, доставляется морем на специальных танкерах, газовозах. И содержится в хранилищах, где он регазифицируется и уже в газообразном виде доставляется по трубам конечному потребителю. На саммите 25 марта лидеры стран ЕС договорились о совместных закупках жиженого газа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что данным решением ЕС, как крупный потребитель, сможет согласовать более низкую цену. Это позволит избежать конкуренции между разными государствами Евросоюза за одни и те же объемы газа, вследствие которой поставки будут дорожать. Тогда же Германия заявила, что к лету этого года она намерена вдвое уменьшить импорт российской нефти, а к концу года снизить долю импорта природного газа из России до 30%. Россия же составила список недружественных стран, куда включила все страны, которые поддержали санкции против России. И этим странам российский президент Путин предложил продавать российские энергоресурсы только в рублях. Для этого странам-импортерам требовалось открыть рублевый счет в Газпромбанке, через который деньги и должны поступать Газпрому. Так, в России понадеялись, что такое решение спасет от падения рубль, потому что никому не нужная сейчас бумажка вновь стала бы актуальной. Это вызвало волну ликования ватников, мол, смотрите, как Володька всех опять переиграл, вот теперь-то вы попляшете. Но по факту ничего не изменилось, а это заявление было направлено как раз на таких вот дурачков, дабы в их глазах Россия выглядела той, кто определяет правила игры. На самом деле это уже далеко не так. И как только стало ясно, что условия Путина выполняться не будут, Россия сдала назад. Опуская факт того, что Евросоюз уже принял решение о постепенном выходе из газовой зависимости от России, и что открытие счета в Газпромбанке это нарушение санкционного режима, после 1 апреля, когда Путиным был подписан соответствующий указ, европейские газовые компании продолжили платить за газ в валюте, как их ни в чем не бывало. Просто теперь уже Газпромбанк конвертирует валюту в рубли, что по большому счету не имеет никакого значения. Что Россия делает с оплатой за газ, дело уже самой России. Важно лишь то, что Европа не поддалась на блеф, и другого исхода ждать не стоило. Россия не может изменить рочерком пера, заключенные с Европой контракты, где четко написано, что оплата за газ предоставляется в установленной в договоре валюте. Прикрыть по щелчку пальца в газ Европе Россия тоже не может, потому что это не кран в раковине, закрылый не льется. Из недр земли газ идет непрерывным потоком, и его можно направить либо другому потребителю, для чего нужно строить новые трубы, например, либо в газохранилище, объем которых не бесконечен. Газовый шантаж России имеет свои пределы, и сводится он к тому, что Россия пока не может прикрыть газ Европе. А Европа может по своему желанию перестать покупать российский газ. Отдельной победой в этом опросе я считаю закрытие Северного потока-2, и заявление немецкой компании Uniper пересмотреть свой контракт с Газпромом. Во-первых, Северный поток-2 — все. Его сертификацию Германия приостановила еще 22 февраля, после признания России донецких и луганских сепаратистов. А уже на следующий день США вводят против операторов этой трубы санкции. Спустя месяц компания-оператор Северного потока-2 объявляет о банкротстве. Как итог, труба построена. Газпром вбухал в нее 9,5 лямов евро, но работать при Путине она точно больше не будет. Во-вторых, Uniper — крупнейший немецкий партнер Газпрома. Уведомила о решении списать финансовое участие в газопроводе Северный поток-2 в размере почти 1 миллиард евро и больше не заключать долгосрочных договоров на поставки российского газа, а также принять участие в создании для Германии нового терминала для СПГ. Тем не менее, Евросоюз еще не торопится отключаться от российского газа. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, немедленный отказ от поставок российского газа и нефти привел бы к рецессии в Германии и Европе, и покончить с газовой зависимостью получится только тогда, когда получится. Для этого нужна замена, которой предложила быть Норвегия. Как я сказал, доля Норвегии в газовом потреблении Европы довольно большая, около 20%, и они планируют расширить разработку месторождений в ближайшие месяцы. Скорректированные разрешения правительства на разработку месторождения Уссеберг в акватории Норвежского моря могут позволить увеличить экспорт газа до 30 сентября на 1 млрд кубометров. Плюс есть планы на другие месторождения. Другой вариант, который рассматривается Еврокомиссией – временно отложить зеленый поворот и вернуться к фасильным источникам энергии. Скажу сразу, это маловероятно, потому что машину зеленого поворота повернуть уже довольно-таки проблематично. Однако, если увеличить производство СПГ и приемные мощности терминалов, а также ввести в эксплуатацию простаивающие сегодня АЭС, задача может быть выполнена с учетом грядущих зим. Вплоть до тех пор, пока не будут построены необходимые мощности возобновляемых источников энергии. С СПГ нам сейчас активно помогает США, который компенсирует нам снижение поставок газа из России. Второй крупный поставщик СПГ – Катар. Потенциал есть и у Египта, который сотрудничает с Израилем, а также Нигерия – важный поставщик сжиженного газа. Поэтому можно сказать, что новых поставщиков в Европу привлечь можно. Некоторые страны, такие как Бельгия и Нидерланды, передумали закрывать свои атомные электростанции. И Германия тут в незавидном положении, так как до конца этого года немцы планировали закрыть все свои энергоблоки. И хотя я поддерживаю переход на возобновляемые источники энергии, стремление Германии покончить со своей ядерной энергетикой было хреновой идеей. Они руководствовались страхом техногенных катастроф, а не зеленым поворотом. Можно долго говорить о том, является ли мирный атом зеленым или нет. И я, скорее всего, как-нибудь поговорю об этом отдельно, в отдельном ролике. Однако факт остается фактом. Пока Европа не завоевала себе энергетическую независимость, можно забыть об отказе от атомной энергетики. 8 марта Еврокомиссия предложила странам Евросоюза набросок плана, который предлагает отказ от российских ископаемых видов топлива. Среди основных мер по сокращению зависимости Европы от российского газа диверсификация газовых поставок, увеличение производства и импорта биометана и возобновляемого водорода. Еврокомиссия также предлагает ускорить сокращение использования газа для топления зданий за счет повышения энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Как утверждается, все эти меры позволят сократить зависимость ЕС от российского газа на две трети к концу 2022 года. По словам же Жизепа Борреля, Евросоюз сможет отказаться от российского газа в течение двух лет, что также ложится на вышеизложенный план. Кроме того, в проекте плана намечен ряд мер реагирования на рост цен на энергоносители в Европе и пополнению запасов газа на следующую зиму. В частности, Еврокомиссия намерена выступить законодательной инициативой, которая предполагает, что ежегодно с 1 октября газовые хранилища ЕС должны заполняться не менее чем на 90%. В настоящее время европейские газохранилища заполнены на 28%. И этого, например, достаточно, чтобы относительно комфортно пережить следующую зиму. Дальше вопрос, потому что из-за войны газ уже стал дороже. В начале марта цена на него в Европе подскочила до рекордного уровня, в составе 3500 долларов за 1000 кубометров, или почти 332 доллара за мегаватт в час. И по сравнению с предыдущей неделей, стоимость газа увеличилась более чем на 50%. Вторжение России в Украину буквально заставляет Европу обеспечить себе энергетическую независимость. Но если все это время европолитики говорили о планах, хоть и весьма конкретных, то начало апреля заставило всех замолчать и повернуло в шок. Мир увидел кадры из Бучи, Ирпеня и Гастомеля. Ко всем моментально пришло осознание, что действовать нужно незамедлительно, потому что плата российской военной машине за газ означает продолжение такого ужаса. Реагируя на убийство мирных жителей, Европарламент призвал Совет ЕС ввести дополнительные санкции против России. Евродепутаты выступили за незамедлительное эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. Целиком отказаться от Северного потока-1, а также предоставить план обеспечения безопасных поставок энергоносителей в ЕС в краткосрочной перспективе. Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в четверг 7 апреля. За нее проголосовали 513 евродепутатов. Против были 22 парламентария, еще 19 воздержались. 8 апреля Евросоюз вводит пятый пакет санкций, который запрещает в ЕС транзакции для частных российских банков, запрет российским судам заход в порты Евросоюза, запрет на передвижение грузов по земле из РФ в ЕС, и самое главное, незамедлительная эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. Больше не будет российского газа, больше не будет энергетической зависимости. Никто больше не будет иметь дело с государством, армия которого развязал откровенный геноцид на оккупированных территориях. Россия скоро будет в тотальной изоляции и становится все беднее и беднее. Сейчас любой, кто видел эти фотографии, кто читал, как и при каких условиях погибли люди в Украине, понимает, что пускай он немного переплатит за газ, зато на его деньги не будут зверски расстреляны мирные жители. Главы наших стран должны это понять. Европа справится с отсутствием российского газа, а вот России придется закрыть часть своих месторождений, потому что никто не купит у них ни кубометра голубого золота. Россия — это страна, экономика которой зависит полностью от экспорта своих энергоресурсов. И если отказаться хотя бы от половины того, что она продает, ее экономика будет уничтожена, и войну она продолжать не сможет. В этом заключается основная цель наших санкций — отрезать возможности России зарабатывать деньги, на которые она может строить танки. А что Эстония? Поскольку наша страна является частью Евросоюза и НАТО, и воспринимается Россией как недружественная, рассматривать энергетические санкции вне контекста всей Европы нельзя. Поэтому я сперва рассказал про европейские санкции, Европу в целом, и то, как они могут на Европу повлиять, чтобы теперь сосредоточиться на Эстонии. Итак, практически весь газ, который в Эстонию импортируется — это газ из России. А если точнее, 80% газа, который поступает в страны Балтии, является российским. Погодите, я не договорил. В отличие от той же Германии, доля газа в энергетике Эстонии ничтожно мала — всего 6,5%. В Эстонию газ идёт через Нарву и Вярску, в Латвию — через Лухума, в Литву — через Котловку. Кроме того, Эстония соединена с Финляндией к газопроводам «Балтик Коннектор», а Литва с 1 мая будет соединена с Польшей к газопроводам «Гипл». Но мне кажется, что Эстония сделала очень правильный шаг. Примерно 15 лет назад мы начали переводить наши крупные котельные с газового топлива на биомассу, на древесную щепу. И за 15 лет мы проделали очень большую работу. И сегодня все самые крупные котельные, самые крупные теплоэлектростанции, они у нас работают на древесной щепе. Соответственно, газ используется или как пиковая мощность, например, для Таллиннской сети, или в небольших поселках и городах, или у частных потребителей. Из всех этих стран только Литва может говорить уверенно о газовой независимости. Литва первая из стран Евросоюза с 1 апреля официально заявила, что решила полностью отказаться от российского газа. Министр энергетики Литвы Дейнюс Креевис прямо с гордостью сказал, что они самые первые. Почему Литва может так просто отказаться от газа из России? Все очень просто. В Клайпиде, это крупнейший в странах Балтии порт, есть свой собственный терминал для приема жиженного природного газа, которого достаточно, чтобы обеспечить газом всю страну. Литовцы арендовали корабль у норвежцев и ввели в эксплуатацию еще в 2014 году, назвав его весьма подкорящим в такой ситуации имени Индепенденс, независимость. Существует также газовое хранилище у Латвии, Инчукаунс, которое построили еще в далеком 1968 году в Лестриге, объемом примерно 2 миллиарда кубометров или 20 тераватт газа, что вкупе может обеспечить две трети всего потребления газа странами Балтии. Именно в этом газохранилище правительство Эстонии поручило Эстегаз создать резервный запас в размере 20% от годового потребления. Просто на всякий случай, чтобы было. Эстония потребляет в энергетическом эквиваленте в среднем от 4,5 до 5,5 тераватт в час газа в год. При этом за последние 5 лет уровень потребления снизился на 20%. А среди стран Балтии, включая Финляндию, наша страна потребляет наименьшее количество газа. Я не нашел точных данных, как много эстонских домохозяйств используют газ для отопления. По словам Мартина Хельми, около 200 тысяч. Однако известно, что очень многие используют либо чуть более дорогое электричество, либо пилеты местного производства. Но раз так все замечательно, давайте просто откажемся от российского газа. Тут не все так просто. Да, Эстония будет стремиться к независимости от поставок российских энергоресурсов. 7 апреля 2022 года члены правительства приняли решение, что наша страна еще в этом году откажется от импорта российского газа. Глава партии Эстонии 200 Кристина Каллас прямо говорит, что хватит играть в политику, при которой мы делаем озабоченные лица, но не готовы пожертвовать ни крупицей нашего благосостояния. Мы должны обойтись без российского газа. Это все очень правильные слова. Однако, когда мы говорим о том, что надо чем-то пожертвовать, мы подразумеваем прежде всего возможное подорожание газа, но никак не его полное отсутствие. В конце концов, у нас есть целые заводы, которые работают исключительно на газе, и исландцам это не заменить. Нужна альтернатива. Альтернатива есть у Литвы, причем уже довольно давно, но делиться она с ней не будет, потому что после отключения от российской газовой трубы литовцы будут обеспечивать себя и соседнюю Польшу. Да, я все это время подвожу к тому, что Эстонии нужен свой собственный терминал СПГ. По заверению министра экономики Тавиаса, он может появиться у нас уже к концу осени этого года в Палдиске. Стоимость строительства оценивается в 20 миллионов евро, и, скорее всего, за его постройку возьмется Алексей Логрупп. Причем этот терминал будет ориентирован не только на Эстонию, но и на Финляндию. Но терминал все же будет построен у нас для приема газовозов, так как у финнов просто нет возможности соорудить его к началу утопительного сезона. Чтобы обеспечить Эстонию достаточным количеством газа, нужно всего 5 газовозов с сжиженным газом в год. Тавиас уже успел договориться с министром экономики Финляндии Микэй Линтела о совместной эксплуатации будущего терминала. Финляндия также импортирует практически весь газ из России, и также планирует от него отказаться, но не позднее осени следующего года, а не как мы уже в этом году. В то время как Эстония в среднем потребляет в год 4-5 тераватт в час, Финляндии необходимо 23 тераватт в часа. Поэтому финны очень заинтересованы в этом проекте. Согласно плану, Эстония и Финляндия создадут необходимые для обслуживания плавучего терминала причалы, для перетяжки и совместно возьмут в аренду необходимый плавучий терминал, который по оценке будет стоить 10 миллионов евро в год, которым смогут пользоваться обе страны на обоих берегах Финского залива. Танкер-газовоз будет двигаться от Палдиска к финскому Инкоу в зависимости от потребностей стран и объемов рынка. Мощность терминала в Палдиске будет совместима с мощностью терминала в Клайпиде, то есть 30 тераватт в час. Что слихвой окупает потребности Эстонии и Финляндии? По оценке члена правления компании Эстегаз Маргуса Казика, не будет и каких-то резких взлетов цен на газ по сравнению с нынешним положением. Видно, что цены на СПГ на рынке в Польше и Германии и сейчас уже близки к ценам российского газа, то есть 100 евро за мегаватт в час. Когда нынешняя ситуация успокоится, устойчивая цена на газ может быть на уровне 20-30 евро за мегаватт, что по сегодняшним меркам почти задаром и даже жертвовать ничем нам особо не придется. Что будет делать Латвия, я не знаю, потому что когда еще не было конкретных планов, где строить СПГ-терминал, Латвия предлагала строить его в Блист-Риге, однако Эстония и Финляндия уже обо всем договорились. Смею предположить, что Латвия частично будет получать газ из Эстонии, частично из Литвы, но если вы знаете больше, напишите в комментариях. Премьер-министр Латвии Криш Тенис Каринш пообещал в следующем году вообще снизить удельный вес природного газа как в выработке электроэнергии, так и в экономике в целом, делая ставку на возобновляемые источники энергии. В частности, в производстве электроэнергии Латвия будет делать ставку на совместном эстонно-латвийском проекте морского ветропарка Элвинд в Рижском заливе. Эстония в вопросах зависимости от России в плане электричества может даже не беспокоиться. На сегодняшний день Эстония производит столько энергии, сколько потребляет, даже несмотря на то, что мы состоим в кольце Брелл. На сайте L-Ring можно своими глазами в реальном времени убедиться, откуда в Эстонии идет электричество и куда оно уходит. По словам представителя комиссии Риги Когу по экономике Кристиана Михайла, технические операторы стран Балтии и европейские партнеры готовы к тому, что если пропадет российская сеть, то за пару часов мы сможем создать связь с сетью материковой Европы. С газом, кстати, та же история. В данный момент в страны Балтии российский газ не поступает. И не поступает он уже с начала апреля. Отопительная компания Utilitas и вовсе предложила замечательную идею. В наиболее холодные зимние месяцы для отапливания Таллина использовать не природный газ, а энергию морских источных вод. Таллин — приморский город. Известно, что в море круглый год содержится постоянная энергия. Так почему бы не начать использовать эту энергию для обогрева и охлаждения города, как это делают в Хельсинки и Стокгольме? По факту, на данный момент Эстония уже энергетически независима от России. И Россия ничем нам не в состоянии угрожать. Создав СПГ-терминал, мы обеспечим себе газовую независимость от России на долгие годы. Да, последствия войны сильно тряхнут Европу в целом и Эстонию в частности. Например, наша страна сейчас столкнулась с невиданной доселе инфляцией в 15%. При росте зарплат в 6,5%. Что, согласитесь, не так приятно, как хотелось бы. Если до кого-то еще не дошло, то зарплаты у нас сейчас повышаются медленнее, чем цены. Однако это вообще не сравнимо с тем, что ждет Россию. На момент 12 апреля рейтинговое агентство Standard & Poor's заявило, что Россия фактически объявила дефолт по своему внешнему долгу. Также инфляция в России подходит к 17% при росте зарплат в 2,5%. Россия сейчас беднеет колоссальными темпами, и это при том, что санкции пока не подействовали в полной мере. В то время как экономика Эстонии вырастет в этом году где-то на 2%, экономика России упадет на 10%. Молчу и про курс рубля к доллару, который на этой неделе типа стал 70. Хотя по факту это не так. Мы из-за прекращения торговых отношений с Россией получим небольшой удар. Это факт. Но быстро адаптируемся и переориентируемся на другой рынок. Россия же в тотальной изоляции, и единственное, что ее ждет в будущем, в лучшем случае симбиоз с Китаем. Крах российской экономики это наказание за развязанную войну. Европа, Америка имеют достаточно рычагов, чтобы уничтожить экономику России. Повредив себе при этом по минимуму, и мы уже не боимся этим воспользоваться. Период вставания с колен закончился. Колени затекли. Всем спасибо за просмотр. Оценивайте видео, подписывайтесь на мой канал, на все мои соцсети. Ссылки на коробки как всегда найдете в описании. Всем хорошего настроения. Не болейте. Всем пока.